привет друзья всем привет вы на канале смуртрип и мы наконец все-таки выиграли время до разобрались своими делами и решили записать это видео как мы искали квартиру в лос-анджелесе если вкратце то жилья очень много оно разное и ценник варьируется где-то у 900 долларов за один bedroom и выше это все зависит от района от условий да если у вас нету не бассейна не парковки то это будет районе 900 долларов если вы хотите чтобы на вашей территории был бассейн своя парковка подземная не уличная то ценник немножко уже будет выше поэтому все по желанию опять же если вы приезжаете один в лос-анджелес хотите снимать как но один человек да то вы можете снять комнату это будет еще подешевле в районе где-то 600 700 долларов тоже можно либо либо студия до студии здесь даются как-то очень предпочтительно отдаются только одному человеку двоим жить в студии здесь до сколько мы не заезжали в студии когда спрашивали если вас двое то только bedroom здесь есть просто минимальный квадратный размер на человека который рассчитывается в америке и поэтому студии они попадают только одного под одного человека подходит поэтому приезжаете не ленитесь просто ездите по районам параллельно смотрите район который вам нравится и просто звоните по объявлению где что сдается узнают уточняете и уже вы где то можно сразу зайти в дом то есть в доме может быть менеджер но это не везде как правило висят телефоны и телефоны это управляющих компаний этих домов вот поэтому дальше в нашем ролике вы посмотрите все наши вот эти вот поездки поиски и самом конце мы расскажем интересную историю как нас пытались опрокинуть на деньги по поводу снятия квартиры но благо что мы раскусили и не появились так что смотрим да это очень полезно будет для вас обязательно послушайте обязательно посмотрите ролик до конца сейчас мы находимся в районе норд голливуд сюда мы приехали по работе и пока у нас есть время решили посмотреть райончик и притяниться что у нас здесь по ценам сейчас будем смотреть где висят объявления будем заходить узнавать такие домики так что будем смотреть пойдем посмотрим в этом доме никого не оказалось был телефончик и позвоните приглашайте но мы пока не настроены ждать мы решили погулять ну вот такие вот очень уютненькие мы проходим мимо ну вот такие вот вот Вот, зашли мы в мотельчик, узнать, сколько стоит ночь. Но мест свободных нет. Ну, мы не расстраиваемся, мы просто гуляем. И вот такие вот нереальные пальмы высокие. Обалдеть. Сейчас мы нашли, ну, не нашли, а зашли в первые фаршисти апартменты, где был менеджер. Смотреть мы номера не смотрели. Точнее, квартиры. Просто немножко приценились. Вот в Норт-Голливуде ценчик начинается 1100-1800. Ну, это, по крайней мере, вот на этой улице. Так что, бродим дальше. Ну, так вот, с виду, вроде неплохие домики. Ну, да, есть на самом деле совсем простые какие-то вот, типа, что, где мы заходили страшненькие, а есть посимпатичные. В общем, на любой вкус и цвет. Привет, друзья. У нас очередное новое утро. В прошлый день мы не занимались поиском жилья, потому что у нас была работа. А вот сегодняшний день мы посвящаем полностью этому дню. Я надеюсь, что сегодня мы уже что-нибудь себе подберем. Как мы ищем жилье? Мы просто катаемся по улицам, смотрим таблички рент на домах, либо свободные места в апартментах. И параллельно просматриваем крейк-лист и заезжаем в те места, где нам что-то более-менее нравится. Ну, как заезжаем? Мы только так планируем сейчас заезжать, потому что мы только выехали из гостишки. Вот. Два дня мы переночевали в гостинице, две ночи. В среднем гостиницу можно найти от 60 до 80 долларов. Это вообще абсолютно реально. Никаких проблем и условий, я скажу, что очень даже ничего в гостиницах. Вот. Чистенько, приятненько, уютненько. Вы на самом деле можете немножко отъехать от центра Лос-Анджелеса. Да, это не надо как бы снимать в Санта-Монике, да, там, конечно, вы не найдете такую цену. Немножко отъехать, миль 10-15. Ну, в последнюю ночь мы, да, где-то полчаса мы до Даунтауна Лос-Анджелеса. И, в принципе, отель за 70 долларов легко. Вот, поэтому заоблачные цены, конечно, они есть, но они на первой линии в Санта-Монике. А так, так все доступно и реально. Поэтому сейчас этим смотреть, будем выбирать. Надеюсь, что-нибудь, конечно, уже и подберем. Да? Конечно, найдем. Что касается цен, которые мы пока успели увидеть, да, и понять разницу между Сакраменто, Лос-Анджелесом, в общем, разницы цен мы не увидели, если честно говоря. Да, нас пугали просто, что дорогой бензин. Да, все говорили, что бешено все дорого. По магазинам, по продуктам цены такие же. По кафе, даже в тур-зонах, ресторанчики цены тоже такие же. Можно на двоих очень хорошо покушать на 30 долларов, да, но это в ресторане. В хорошем ресторане. В хорошем ресторане, да. Что касается бензина, тут цены прыгают в зависимости от района и от заправки. Есть как по 2,50 бензин, 89-й, есть и по 3,50, 89-й. И заправки будут стоять друг напротив друга. Поэтому здесь, конечно, непонятна политика. Но поэтому абсолютно спокойно можно заправиться и по 2,50 бензином, да, не переплачивая никаких денег. Вот, поэтому пока цены нас радуют. Вот, по жилью, ну, может быть, долларов на 100-150, да, парфонты дороже, чем Сакраменто. Но, по сути, цена приблизительно одинаковая. Это где-то 1 бедрум в районе 900 тысяч долларов за 1 бедрум. Это, конечно, будет не какой-то люксовский район, но, тем не менее, достаточно нормальные, тихие спальные районы. Ну, мы жили не в любом своем районе. Да, 30-40 минут примерно от даунтауна Лос-Анджелеса. Ну, если в пробку не встать, конечно, если в пробку встать, то можно и 2,30. Вот, поэтому едем. Приехали мы по первому адресу. Здесь у нас предлагается студия. Ну, вот апартаменты с виду выглядят вот так. Друг напротив друга стоят два корпуса двухэтажные и квартирки. Внизу под каждую комнату идет парковочка. Сейчас посмотрим, что нам предлагают внутри. Вот такая вот студия. Просто комнатка. Здесь душ, туалет, умывальничек, гардеробик. Ну, достаточно очень красивый. Да. Маленькая, уютненькая. И по цене у этого студия стоит 950, да? Да. И на первый месяц у них скидка 300 баллов. Вот так вот. Ну что, посмотрели мы первые апартаменты, точнее, студию даже. Что там получилось у нас? По цене она стоит 950 в месяц. За первый месяц они дают скидку 300 долларов. Это если забронировать сегодня? Да, если бронируешь. А если у вас хорошая кредитная история и есть документы, то депозит у вас идет 900 долларов. Если у вас ничего этого нету, то идет депозит 1800 долларов. Но нам, честно говоря, не очень там понравилось по расположению и по самому комплексу. Поэтому мы поедем смотреть дальше, что есть в других местах. Приехали мы в район Лонг-Бич. Вот такой холл в апартаментах. Довольно-таки все цивильно, очень даже хочу сказать. Кофе можно. Кстати, хочешь кофе-малочку? Вон кофейник. Внутренняя территория. Апартаментах. Но здесь один бедрум стоит 1200. Большой бассейн с лизачками. Довольно-таки даже приличненько. Отличается от того, где мы были до этого. Сейчас посмотрим то, что внутри. Вот такая вот сейчас маленькая девочка нам все покажет. Все нам рассказала, объяснила. И повела нас смотреть. У них даже работает бассейн. Приятно. Тут джакузи есть на территории, фитнес-центр есть. Да, есть маленькая тренажерка. Поэтому сейчас глянем. Вот такая вот квартирка, кухонька. Комнатка, гардероб. И душевая. Света в комнате нет. Да, в спальнях, как правило, света нет. И выход на улицу. Вот, ну... В принципе... В принципе, очень миленькая, я даже сказал вам, что очень уютненькая. Вот так вот мы катаемся к лодочкам и ищем домик. Ну, или столовик. Пока еще ничего не нашли. Вот мы приехали еще в одни апартморка. Вот так вот они у нас выглядят. Стоит 1050. Тоже все миленько, уютненько, аккуратненько сделано. Но опять же, будем ездить, будем думать. Квартир очень много, поэтому есть из чего выбрать. Ну, хотели немножко, коротенько так вам рассказать о месте, в котором мы поселились. Вот, живем мы в прекрасном районе. Он называется Лонг Бич. То есть само уже название говорит за себя. Но, хотя, кому-то этот район не нравится. Да, нет, сколько людей, столько мнений, конечно. Вот, береговая линия от нас, океан, то есть находится всего в 20 минутах езды. Это вообще шикарно. То есть сел на машинку, 15-20 минут, и ты на океане. Вот, пляж здесь очень хороший, очень широкая коса сама этого пляжная. Вот, водичка сейчас уже, конечно, прохладная, поэтому мы в бассейне. Вот, территория. Обалденная территория. Она не супер-пупер большая, потому что в рамках такого города большая территория, это очень круто. Это, конечно, делает дороже стоимость квартиры, однозначно. Вот, у нас территория очень зеленая, очень много цветов, все очень ухожено, все очень чисто. У нас есть на территории такой замечательный бассейн, который у нас за спиной. У нас есть теннисный корт. Что у нас еще есть? У нас есть баскетбольная площадка. Да, у нас есть типа а-ля даже мини-зальчик, но он не очень функциональный, к сожалению. Старенький он. Маленький фитнес-клуб, назовем его так. Ну, так он называется, да. Подземная парковка. Да, подземная парковка на одно место нам выдается. Вот, около дома, что, да, какая инфраструктура есть около дома. У нас через дорогу достаточно неплохой парк, в котором есть тоже мини-тренажерчики, на которых очень много народу занимается. Там можно побегать, погулять с собакой, просто посидеть, пикник устроить и так далее. Школа здесь, хай-скул находится, много деток учатся и вот преимущественно учатся, наверное, все-таки испанцы. Вот, сколько по лицам смотришь. Вот, ну, это что касается нашего жилья. А теперь самое интересное. Это кто досмотрел историю о том, как нас чуть не кинули на бабки. Ну, пытались. Значит, в чем суть. Когда мы искали жилье, мы параллельно просматривали такой немалоизвестный сайт, как Крейглист. И очень много объявлений, где нету телефонов и просят связаться по почте. Вот на такое объявление мы скинули свою заявочку, что якобы хотим посмотреть дом, который был по очень хорошей цене, ну, полдома. Ну, по очень хорошей, давай скажем, по какой цене. Около 600 долларов. Это было 580 долларов за полдома. Там кухня, гостиная и спальня. Грубо говоря, один бедрум. Вот, но это дом, это с участком. Только, да, в рамках дома. Вот, все очень, как бы, приятно. Бэк-яр там есть. Приятно. Мы списались с человеком, нам все очень ответили, как бы, все вежливо, все замечательно. Вот, и все отвечалось с таким уклоном, что люди очень верующие, как бы. Что мы хотим, чтобы вы за домом смотрели, как за своим собственным, что мы вам хотим доверять и так далее. То есть, вот настолько нас, пытались нашу бдительность усыпить. Да, в общем, было очень много переписок, что у нас там просили наши документы. Вообще, они пытались понять, какие мы люди, да. И в итоге нам пришло письмо, что мы вас поздравляем. Мы, как бы, решили вам довериться, отдать вам в свой дом, в котором по описанию людей было все, что хочешь. Там и мебель, и вся кухня была полностью. Но при этом они не захотели нам предоставлять документы на этот дом. Нет, подожди. Но при этом было условие, что, типа, вышлите нам предоплату, там, за три месяца вперед, не на счет куда-то, а просто денежный перевод по Монеграмму, или тут местный есть Волмар, да, которые, считай, не отслеживаются, и ты их просто потом не сможешь вернуть. То есть, эти деньги уже будут невозвратны. И после того, как ты отдашь людям деньги, они тебе по почте высылают ключ, так как они находятся якобы в другом городе. Договор. Ну, там тоже какая-то грустная история про аварию, что она живет в другом городе, в другом штате живет. Вот. И в итоге мы не поленились. Мы в 11 ночи поехали посмотреть этот дом, потому что нам было очень любопытно. Это было очень интересно, да. Мы приехали, дом реально существует, он стоит, в нем никто не живет. Мы прошлись вокруг, с телефонариками в окна, да, пытались посмотреть. И вроде бы мы уже, как бы, на все это дело согласились, но когда мы сели в машину, мы случайно увидели сбоку стоящую вывеску аренда и продажа. Да, издает ее очень известное агентство по всему миру. Вот. И зашли на этот сайт. И посмотрели, что цена дома не 600 долларов, 580, да, а почти 3000 долларов аренда. 2800, по-моему, да, была аренда. И после того, как мы написали эту информацию вот этой женщине, которая пыталась нам сдать, ну, на этом вся наша связь и прекратилась. Поэтому, когда будете искать жилье, не ленитесь. Ездите, приезжайте, смотрите. Вбивайте, если знаете адрес, вбивайте адрес просто в интернете и смотрите, нет ли этого адреса в других объявлениях. Не дают ли другие фирмы этих квартир либо домов. Поэтому разводчиков очень много. Поэтому мы свой дом, квартиру на данный период нашли. Нам все нравится. И, надеюсь, мы смогли вам помочь. Да, я думаю, как только мы немножко обустроим свою квартиру, да, облагородим, мы вам ее еще разочек покажем. Потому что у нас очень комфортно, да, и он уже достаточно уютно. Ну, все, ребятки. Чао. До встречи. Мы рады вас видеть. Пока. До новых встреч, ребят.